Всем привет! С вами Элен, Милана и Береника. Сегодняшний влог мы хотим посвятить интересной теме, касающейся еды, а точнее, что Чех обязательно будет иметь в своем холодильнике. И мы обязательно заглянем и в наш холодильник, и мой Чех вам расскажет, что обязательно, по крайней мере, в нашем доме, должно быть в нашем холодильнике. Ну что ж, вам интересно? Тогда мы начинаем. Поехали! Так, пойдем на то! Начинаем! За нами наш холодильник, да, с нашими магнитками, с целого света. Да, кстати, немножко небольшой анонс, об этом будет отдельное видео, меня удивило, но я приятно удивлена, было, что в комментариях вы писали, что вас бы интересовало вот чисто снять холодильник путешественника, что именно у нас есть, потому что каждый магнит и каждая вещь, которая на нашем холодильнике, имеет свою историю, и с ней связана какая-то тоже часть нашей жизни, поэтому об этом будет видео. Но мы сегодня не о том, что на холодильнике, а о том, что в холодильнике. Ну что ж, ты как мой Чех, расскажи, пожалуйста, я понимаю, конечно, друзья мои, вы сейчас можете сказать, конечно, это индивидуальная вещь, если это чешка или это чех, и вообще каждый человек, кто-то вегетариан, кто-то веган, кто-то шеш-роуд, в общем, это понятная вещь, но давайте поговорим вот чисто в общем, учитывая традиции кулинарные, что чех бы обязательно... Говор! Что должен иметь? Говор! Говори! 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 Что ты бы, или что у тебя всегда в холодильнике должно быть, как у чеха? Ну, теперь в это время, да? Ну, в смысле, вообще, я не говорю в это время, в смысле, ты что-то... Как у чеха, да? У чеха? Ты как чех, что у тебя обязательно должно быть в холодильнике? Ну, да. Ну, думаю, что у каждого чеха надо быть пиво. Понятно, естественно, друзья мои. С чего начинаем? Конечно же, пиво обязательно. Что чех, то музыкант, але таке пиво. Переводи. Милан смеется, говорит, что чех, то музыкант, но обязательно, конечно, любитель пива. Так. Так. Ну, пиво, urчите, то jsem сказал. Потом няк-какая-нибудь колбаска, шунка. То есть, буженинка какая-нибудь, да, колбаска. Как же ты скажешь, сливочное масло? Ну, масло, так. Масло. Ну, думаю, что... Яйца, наверное, да? Яйца, urчите. Ну, такие, 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 такие основные продукты. Ну, конечно, понятно, друзья, сейчас вы скажете, но не нужно быть чехом, чтобы и в нашем холодильнике всегда, да, такие продукты, как говорится, первой необходимости это масло, понятно, да, яйца, что там еще, сыр, салам и так далее. Сыр я забыл, да. Ну да, то есть понятно, что, в общем-то, наверное, и у чехов это. Но еще бы я, наверное, все-таки к медлике. Бывают же, бывают. Какие-нибудь помазанки, наверное, нет? Ну, то это ковирик рис потребует это. Ну, то есть это быстро съешь и не всегда, как бы, чтобы это кажется, но обязательно должно быть, наверное, яйца, масло, шунки, сыры, может быть, какие-то, наверное, овощи, да? Да? И все, думаю, что такие нормальные, так у всех. У всех, ну, хорошо. Я думаю, что и у русских такие основные продукты бывают. Ну, я об этом и сказала. И даже специально я созвонилась с нашими некоторыми друзьями чехами и тоже попыталась узнать, что у них, как у чехов, должно быть в холодильнике. И, в принципе, вот то, что вам сейчас сказал Миланчик, то же самое повторили, вот, Ленка, например, да? Делали мы русском. Да, да, да. Тоже в зависимости, понятно, это женщина или мужчина. Но еще в этом списке было молоко. Я забыл, молоко, да. Хотя бы одна баночка, но она там где-то, но затеряется в холодильнике. Так что это вот так, наверное... Вино, думаю, что... Вино. У многих людей есть вино в холодильнике. Так. И еще в... Морозильнике. Морозильнике. Догадываюсь, что? Ну, рум. Рум. И какой крепкий алкогол. Ну, наверное, какая-нибудь сливовица нет. Ну, так, возможно. Ну, что ж, это вот чисто вот так вот в общем, что у чехов всегда должно быть в холодильнике. Ну, а сегодня мы приглашаем вас в наш холодильник. Вот чисто так, как с промптом. Давайте посмотрим. Я думаю, что вам тоже будет интересно, что у нас сейчас в холодильнике в нашей чешско-русской семье. Ну, и, конечно же, буду рада. Сегодня у нас такое немножко и юморное, и, как говорится, с шуткой о серьезных вещах. Поэтому пишите в комментариях, что у вас обязательно должно быть в холодильнике. В вашем холодильнике напишите, из какой вы страны. Потому что знаю, что вы у меня раскиданы по всему миру. Ну, что ж, приглашаем в наш холодильник. Поехали. Добро пожаловать. Ну, что ж, морозильник или холодильник? Ну, давайте начнем с холодильника. Итак, приглашаю в холодильник. Давайте смотреть. Значит, как я уже сказала, обязательно у нас всегда должен быть резерв, обязательно яйца. Потому что я и что-то пеку, либо, естественно, к завтраку яйца обязательно должны у нас быть. Хлебушек. У нас здесь еще находится и толстовый хлеб. Это, кстати, топиночки толстого есть обязательно. Лимончик. Вот здесь, друзья мои, огромная, скажу слово, куча. Это венгерские паприки, да, которые мы возим из Венгрии. Вот они у нас, вот такие специи стоят. Дальше едем на нижнюю полочку. Что здесь у нас? Как я уже сказала, йогурт. Это сметана. Сливочки обязательно должны быть. Ну и, конечно, вот здесь у нас баночка. Это русское пивко. Я вам прям так покажу. Русское пиво, которое мы купили в русском магазине. Нет, а бану не купили. Наташа, спасибо огромное. Это у нас был подарок. Это у нас такой был подарок с русского магазина. Так что пивко обязательно должно быть. Ну, а я еще и нам тоже надо сказать, что, как я сказал, у каждого Чеха пиво в Крушевице теперь у нас. У нас разное пиво бывает. Миланчик, ну иногда. Какие-нибудь джюсы. Паячный коняк. Ликер яичный. Я, например, иногда покупаю себе вот такой бирел. Кстати, тоже советую. Безалкогольное пиво. Очень, кстати, полутемное. Дальше молоко, как я сказала, у нас всегда здесь есть. Мы, например, любим йогурты сметановые вместо майонеза в салаты. Вот такие питьевые йогурты. Ну, холодильник нам кричит. Так, продолжаем. Пока вниз не спускаемся. Разные у нас вот такие перчики. Мы любим разные, я не знаю, такие кабачки в аджике из русского магазина. Потом аджика вот там у нас. Ну, вот буквально мы были вчера, по-моему, да, в магазине Звержины. Вот как мы с вами об этом уже говорили в наших нескольких видео. Не знаете видео, думаю, что вы видели об этом. И вот, опять-таки, мы купили на это мясо какое? Какие-то крыкулы, что такое? Елен. Из елена это олень у нас на гуляш, уже на порт, нарезанные кусочки. Так, ну, Миланчик иногда любит покупать лаваш. Вот у нас здесь лавашик есть. Вот они, кнедлички, друзья мои. Это домашняя, какие-то маскарпоне, да? А, маскарпоне. Ну, вот я уже сказал, этот йогурт и творог, творог, маскарпоне, потому что я люблю делать тирамису домашнее. Так что у меня здесь всегда резервичек маскарпоне есть. Так, ну, разные твороги здесь у нас все. Дальше, конечно же, кнедлики. Вот мы вчера, например, кушали кнедличек. Вот у меня картофельный, барамборовый, обычный хлебный кнедлик. Так, ну, опять, друзья мои, ваичник, они... Кстати, татарская умачка. У нас она, в общем-то, всегда есть в нашем доме. Холодильник у нас уже возмущается. Татарская умачка. Я вам говорила о том, что можно это и самим, собственно, приготовить. Но в нашем доме мы покупаем вот этой марки, которую вы сейчас видели. Не будем ее произносить. Ну, естественно, майонез. Потому что иногда кое-что я все-таки добавляю майонезик. Он у нас всегда должен быть. Вот еще и там резерв у меня баночки есть. Так что это у нас все тоже есть. Дальше, конечно же, как я вам сказала, разные кетчупы и так далее. У нас тоже они обязательно есть. И для этого у меня... Горчица. Вот такая вот огромная. Здесь кетчупы, горчица и, конечно же, песто. Вот горчица кремская и классическая. И кетчупы. И кетчупы, и горчицы. И хрены здесь, по-моему, тоже есть. Так что вот эта вещь. Особенно, когда лето, гриль, это очень актуальная вещь. Дальше. Ну, здесь у нас разные джемы. Это уже домашнее производство. Если интересно, ну, это в баночке из аджики. Это вот мой домашний джем из, например, из ежевики. Вот здесь, например, из красной смородины, с сахаром перетертой. Друзья мои, друзья мои, вот это, друзья мои, домашняя тушенка. Кто смотрел видео о свадьбе Милоша в деревне, так вот именно вот это мы получили как выслушку. Так что вот домашняя, она запакована, все, мы ее не открывали, но вот можно будет. То есть именно домашнее био-качество, можно сказать. Так что вот у меня такой... Дижонская устица. А, ну, было еще горчица, естественно. Как же без нее? Ну, а сзади, кому интересно, у нас там тоже горчица и огромное количество домашних джемов. Вот, 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 дижонская горчица. Так, это тоже джем у меня. Так, дальше, вот еще полочка по правой стороне. То, что мы сказали, вина, шампанские, разные апперолы, бейлис. Мы любим вот такие разные соусики. О, с чинской, свитчерый соус. Так, вот эта вещь нам нравится. Надо показать. Шампанское на всякий пожарный случай. Кстати, есть от Станислава, от Стани, это домашний, как называется, сироп из бузины сделанный. Ну, очень хороший. Витаминки, так что вот мы его в холодильнике. Здравильно Станю. Да, Станя, огромный привет. Так, теперь едем в ящичек. Что у нас здесь? Ну, конечно же, мы с вами говорили, разные сыры. Эй, разные, боже мой, что колбаски. О, кстати, паштет у нас. Тоже звериновый паштет мы вот купили тоже, он нам очень нравится, очень вкусный. Дальше масло. Вот здесь у нас резерв разных масла. Мы любим не маргарин, а именно классические масла. Ну, вот тоже разные колбаски быстро поджарить. Это тоже звериновое. Это из муфлона и чего, и конец, и кабана. Вот домашние тоже вот эти звериновые из дичи сделаны. Очень вкусные мы тоже покупаем. Сосисочки. Что еще? Конечно же, вот я вам говорила, майонезы, майонезы у меня, огромная палка, ловецкий салам. Это охотничий салам. Кстати, вот ярмарка хорошая тоже, фирма в Кауфланде. Так что вот такая палочка у нас. Колбаски, там опять кетчуп. Ну, творог я из него делаю. Пеку запеканки. Так что вот такой творог у меня в резервочке здесь лежит. Я на выходных планирую сделать запеканку. Так, дальше. И, конечно же, друзья мои, как же без сала и без шкварок. Здесь у нас сало, которое приезжает у нас обычно. Я сейчас, наверное, не вытащу. Штамп салам светило светло. Это сало гусиное. Я не буду, друзья мои, вытаскивать. Вот здесь и свиное. Вот здесь еще сало из Венгрии. А это от Милоша тоже домашнее сало. А вот здесь у Миланчика шкварочки. Как же мы без шкварок. Ну, вот у нас вот так вот это вы сейчас. Видите, у нас уже даже погас холодильник. Ну, а вот здесь у нас тоже разные кетчупы, горчицы и так далее, и так далее. Когда гриль, то есть это у нас идет все очень хорошо. С чеснековые разные соусы на бургеры. Потом какие-то вот такие французские. Когда гриль, то у нас это все очень хорошо идет. Разные горчицы, хрены и так далее. Хреновина. Хреновина, да. Так, ну что ж, вот в этой части все. Закрываем холодильник. Вон уже, бедолага. Так, ну и теперь морозилка. Надеюсь, сейчас оттуда ничего не вывалится. Она у меня забитая полностью. Значит, в морозилке понятно. Что еще? Разные, на всякий пожарный случай, это мороженые смеси овощные. Не упадет ничего. О, конечно же, в нашем доме, друзья мои, должны быть всегда пельмени. Пельмени. Наташа огромный привет. Пельмени. Разные замороженные смеси. Кстати, даже я еще сушу бородинский хлеб замороженный, который вот потом можно разморозить и поесть. То есть тоже в русском магазине купленный. Так, разные смеси, смеси, смеси. И, друзья мои, конечно, как я говорила, домашний остаток. Слевовица. Домашняя слевовица остаток. Так, дальше мы любим Республика Ром Башков. Советуем. Ну, там еще кое-что. У нас вот еще. Данцка. Данцка. Ну, в общем, все. Вот это у нас, ну, и разные там замороженные вещи. Руку. Ну, ради бога, это много всего здесь. Овощи, зеленина, мясо замороженное. Потом здесь разные домашние. Я не знаю, то, что я морозила хлеб иногда, я замораживаю, когда остаются булочки, потом добавляю в котлетки. Вот здесь тоже у нас разные, я не знаю, куча всякого мяса. Потом здесь тоже у нас. И я, кстати, вот на всякий случай покупаю, иногда хочется листовое тесто. Это слоеное тесто, да. Кстати, вот тоже в мороженом виде оно, кстати, и где-то у меня еще было. Где-то. Булочки. Всегда я вот так вот, когда уже немножко твердые булочки, я их вот так замораживаю, а потом в котлетке, например. Или делаю домашнюю струбанку. Так, ну еще у нас, я вас уже туда, или хотите в морозильник к нам? Подвал. У нас еще огромный такой пультовый, как пульт, сделанный морозильник у нас в подвале. Вот это наш морозильник в нашем подвале. Это называется по-чешски пультовый морозак. То есть как пульт, вот именно с открывающейся крышкой. Ну и давайте быстро, чтобы мы не выпускали холод. Вот я вам покажу, что у нас под крышу забитый. Едем. Значит, пакетик разорвался, но много-много вот таких разных у меня. А, кстати, претслики даже в Германии покупали. Булочки замороженные, это можно упечь. Вот тоже на гуляш ел они. Вивор, о котором я вам говорила. Супчик, да, это не супчик, бульон замороженный. Но, например, черешня, вот она. Это что у меня? О, кстати, кабачки нарезаны, заморожены. Потом лучок замороженный. Мяско вот здесь у нас, молотая масса, например, да, вот у нас. А там на дне остружены, остружены и остружены. Ребизы. Вот там я смотрю еще овощи тоже. Так что, конечно, у меня в основном здесь все забито вот нашими. Даже если вот будет интересно, сейчас я вытащу вот еще одну. Например, вот у меня вот здесь червяный ребиз наш. С Миланчиком собирали. Сушеные яблоки, абрикосы у меня вот там внизу. Так что вот у нас такой запас на черный день. Вот здесь что-то у меня. О, вот тоже ежевика. Ежевика! Вот они, абрикосы, покажу. Вот абрикосы замороженные. Так, ну вот так вот у нас, по крайней мере, это у нас всегда есть в нашем морозилке. То есть, когда зимой хотим испечь что-то или же... Теперь надо еще уложить все, боже мой. Испечь, либо, например, чай попить. Вот просто чисто такой сделать, фруктовый, как компот. Так вот у меня здесь. Вот, вот так у нас здесь такой морозильник. Подожди, а что здесь еще? Я уже забыла, что у нас там. Опять. Боже мой, опять прибис. Видел, да? Ну что, закрываем. Так что вот у нас такой холодильник, морозильник, в котором вы видели, что тоже забито. Ну, теперь продолжаем дальше. Сегодня у нас такой был прулет холодильником. Как я говорю, с юмором о серьезных вещах. Поэтому пишите, что у вас и всегда есть в вашем холодильнике. Своим содержимым мы с вами поделились. Ну и, как всегда, любим, обнимаем, целуем. Не забывайте лайк, колокольчик. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Потому что знаю, что некоторые из вас смотрят канал, но еще не подписаны. Буду рада. Поддерживайте мой канал. Это мне поможет еще быстрее продвигать мой канал. Поэтому лайки, колокольчики, подписки и комментарии. Ну что ж, а вот теперь мы убегаем. Всех любим, обнимаем, целуем. С вами были Эленчик, Миланчик и наша Береника. До встречи в новых влогах, видеох и стримах. Па-па-па. Па-па-па.